Друзья, всем привет! Три трюка с гирей, которые захочет попробовать каждый. Итак, первый трюк будет это взятие гири 32 на попа или на пупа. В данном случае, наверное, на пупа, а вообще правильно, на попа. Почти как половина моего веса. Нифига ты баклажан! 32. Бывает чудо такое. Ержан, проснись. Ержан, проснись. С десятого раза хотел сделать, сделаю с первого. Давай. Следующий интересный трюк называется молот-пора. Суть его в том, чтобы силой кистей поднять гирю в вертикальное положение. Гиря 32 килограмма. Предплечье и локтями отрываем, давим только кистями. А сейчас Рома продемонстрирует, как он делает молот-пора. 32-ка двумя пальцами. Это самый полный борщ. Такого еще не видел. Охренеть! Просто двумя пальцами молот-пора поднимает. Вот это пожарный уровень. Этот трюк показал мне коллега по работе. Суть его в том, что мы берем руки в замок, кладем на рукоять гири и полностью отжимаемся. То есть локти уходят как можно дальше вниз, глубже. Потому что если делать так, это довольно легко. На самый сок опуститься как можно глубже. При этом гирьку желательно найти кроссфитовскую, чтобы ручка была высокая и ваши ладони не касались самого ядра гири. То есть они постоянно выжимали только на пальцах. В этом и заключается суть сложности данного упражнения. Это 32-ка. Но в этом упражнении вес гири значения не имеет. Наоборот, я бы даже сказал, чем гиря полегче, например, 16-ка. Она менее устойчива и от этого повышается сложность самого трюка. Кстати, насчет трюков. Первый трюк был это взятие гири на попа. Второй это молот Тора. А этот трюк, я не знаю, какое название ему придумать. Подскажите, может, давайте вместе придумаем какое-то название. Друзья, пишите, какой из трюков вам больше понравился. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Бейте в колокол, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Жека Лось. Да пребудет с вами сила и мощь!